Крупнейшая логистическая артерия Байкало-Амурская магистраль, которая сейчас впитает всю Россию, снова пострадала. СМИ сообщают, что взрывные устройства сработали на 35-метровом, так называемом, чертовом мосту. Этим путем российские логисты впустили движение по езду после того, как чуть ранее ЧП произошло в самом Северомумском тоннеле. В паблике сообщают, что в момент первого инцидента, который россияне уже назвали диверсией, как раз проходил состав полсотни вагонов с дизельным и авиационным топливом. Во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. Пока члены бригады выясняли, в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление. Бригада закрепила состав и покинула тоннель. По итогам взрыва 16 цистерн с головы состава поезда выгорели. У двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину. После взрыва удалось вывести 14 цистерн. Но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна. Взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило. Байкало-Амурская магистраль, она же БАМ, сейчас в условиях западных санкций, основная транспортная артерия товаров из Азии в европейскую часть России. По ней же идет все, что так необходимо российской армии. Промедление на этом логистическом пути не то, что его остановка грозит коллапсом. Почти весь импорт в Россию сейчас идет из Китая. Китай, конечно, главный поставщик, всяко-всячина в Россию. Ну или из других азиатских стран поменьше. Но все равно через дальневосточные порты, находка, Владивосток. Ну, впрочем, Китай все-таки это, конечно, главное направление импорта для России. В этих условиях БАМ переживает сейчас настоящий ренессанс. Поезда по нему идут, ну, буквально сплошным потоком. В некоторых местах там уже прокладывают даже третью колею, поскольку двух ныне существующих недостаточно. То есть пытаются расшить вот эти сдавленные логистические возможности сейчас. БАМ стал для России примерно, для всей России примерно тем же, чем Керченский мост стал для оккупированного Крыма. То есть главной, абсолютно ключевой, важнейшей логистической артерии, без которой все рухнет, все обвалится, и удерживать территорию вообще как-то нормально существовать будет практически невозможно. Россия по БАМу гонит в Китай нефть, уголь, руду, лес. Ну, такого рода всякие вещи, которые она производит. Ну, как мы знаем, Россия ничего более сложного не производит. Что выкопали в землю, а то и отправили в Китай. Обратно идут и чипы, и автомобили, и всякое оборудование, и, конечно, дроны. Официально взрывы на БАМе на себя не взяло ни одно украинское ведомство. По сообщениям СМИ, ссылающихся на источники, важнейшую логистическую артерию России из строя вывела Служба безопасности Украины. Интересно, что в первый же день российские власти скромно воздержались от комментариев. Эксперты, изучающие техногенные происшествия в России последние 10 лет, не исключают, что до БАМа добралось простое авось и западные санкции. Именно техногенная проблематика у россиян очень высокая. Они не проводят обслуживание своей инфраструктуры почти всей. Нет полноценных ремонтных работ. Коррупция. Не хватает технологий. Если мы говорим о каком-то высокотехнологичном оборудовании, оно ломается, его невозможно починить, и некоторые узлы вообще не работают. Но также считают, что взрыв в одном из крупнейших тоннелей России может быть и работой украинских спецслужб. Детали подобной спецоперации, возможно, когда-нибудь будут озвучены. И уж точно войдут в учебники. БАМ – это законный объект для атаки. Речь идет о стратегических объектах военного назначения в том числе. Если при этом не задеваются объекты гражданской инфраструктуры, не страдают гражданские, поверьте, большинство стран, которые нас поддерживают, они слова нам не скажут. Ну и смотрите, кто нам это сможет сказать? Франция или Соединенные Штаты, или там, не знаю, Израиль, условно говоря, которые в том числе занимаются ликвидацией террористов за границей с помощью различных методов. Тут главное – успех операции. Если он есть, тогда не будет никаких замечаний. Байкало-Амурскую магистраль в России не раз называли грандиозной стройкой 20 века. Все дело в том, что крупнейшую железнодорожную магистраль в мире в Советском Союзе возвели руками миллионов каторжан в неимоверно суровых условиях. Сегодня эта особенность БАМа играет злую шутку с россиянами. В силу климатических особенностей и размахов держать ее под контролем невозможно. А значит, у диверсантов большой соблазн повторить свой успех. Субтитры создавал DimaTorzok